Всем привет! С вами Ирина. Сегодня маленький обзор моих орхидей. У меня очередной полив и быстренько посмотрим, что изменилось. Эта орхидейка все стоит, цветет, держит свои цветочки. Венецианский карнавал. А эта похожая чем-то на монзу. Держит свои два цветочка, остальные сбросила и растит красивый листочек. Здесь пока это не растет, но цветет. Так, проснулась вот эта орхидея. Растит такой большой красивый лист новый. И у нее там куча-куча корешков проснулись. Сейчас попробую вам показать. Так, вот они красавчики. Видите, куча-куча проклюнулись. И так видно. В общем, корешки наклюнулись. Ух, тяжелая. Так что орхидейка в полный рост пошла. Это ее первый лист после магазина. Вообще, у меня здесь все, кроме вот этой и вот этой вот это все новые. Ну, вот эти вот тоже новые они буквально появились месяца на три раньше. То есть вот белая и маурица появились месяца на три раньше, чем остальные. Все эти появились буквально этой весной. Так что все листочки, которые они наращивают, это все новое. Все корешки, которые вот проснулись, это тоже все новые корешки. И большинство из них было куплено по оценке. Поэтому каждый новый листик, каждый новый корешочек это долгожданное чудо, которое говорит нам о том, что орхидейка в принципе ожила после того, как было куплено по оценке и адаптировалась более-менее к моим условиям. Мауриция продолжает цвести, но это уже последнее цветение в этом сезоне. Больше она не хочет нам доращивать цветоносы. Ну, сколько уже можно. Она и так уже раза четыре, наверное, доращивала. Вот свисают такие. Вот. И вырастила новый большой лист. Вот этот лист. Корешки у нее там тоже все растут. Я думаю, что надо бы, наверное, ей горшочек на вот такой сменить. Он немножко больше. Потому что в том горшочке она, мне кажется, уже не помещается, честно. Пират Пикати бабочка растит уже второй лист. Вот эти вот два. Это новые. Новые домашние листочки. Вот. Ну, корешочки до дна еще не доросли. Только недавно пересадили ее сюда. Орхидейка калия цветет. Так и продолжает цвести. И растит тоже листочек. И у нее проклюнулись еще вот корешки. Вот корешок. Ну, в общем, думаю, внутри тоже есть что-то. Вот это вот Wild Gill. Она у нас просто замерла. Даже цветочки не дораскрылись окончательно. Вот так вот замерла. И все. Пока только держит цветочки. Ну, я, правда, не замечала. Может, этот листик и подрос немножко. Ну, будем уже ждать нового листочка, чтобы точно убедиться, что ей все нравится, что с ней все в порядке. Ну, там стоит Charmer с красивым новым листом. Корни, кстати, пока у него не очень активные. Только вот этот один, который проснулся. Больше так особо не видно. Хотя вон... Нет, тут просто зеленый. То не кончик. В общем, особо больше не видно у него корней. Так, ну и самая такая красавица... О, давайте я вам покажу сначала вот эту вот. Вот. Красивый такой салатовый листочек нарастила орхидейка, которую мы отпаивали. Ну, цветоносы голые встают. Корешки у нее прям такие жирненькие. То есть, ее так хорошо накормили в магазине. Пока что никак не доберусь пересадить ее. То стройка, то еще что-то. Ну и самая большая орхидейка. Огромная просто. На пол стола. Это вот эта беленькая, которая решила выдать нам новый цветонос. И зацвести такими большими цветочками. Смотрите, у нее вот такой необычный размер. То есть, форма необычная, да? Необычная форма цветочка. Такая буква А. вытянутая. Ну и усы. Усище. И серединка у нее такая трубочкой. Не сильно раскрывшаяся. В общем, такой очень красивый, необычный цветочек. Хоть и белый, но я очень рада, что он у меня появился. его отдавали буквально тут на соседней улице. Помню, где-то 25 декабря, где-то в этом районе. Вот. И мы его несли по морозу домой. Ну, хорошо, что недолго. Минут 5 он побыл на морозе. Но это ему ничего не сделало. Он продолжил цвести. А после того, как мы его пересадили, еще и нарастил кучу корней. Если вы следили за обзорами орхидеи, помните, что тут прям борода корней была новых. Сейчас уже не столько активных корешков. Вот. Они уже практически выросли. Внизу видно вон сухие корешки старые отмерли. Ну, кстати, вот много корней было белых, но они стали зелеными. То есть, если вы растите орхидеи в непрозрачных кашпо, потом пересаживаете в прозрачные, ничего страшного, корни приобретут такой зеленый цвет. А вот то, что корешок был квадратным, вот видите, два таких корня, которые прилегали к стенкам горшка и стали такие треугольные квадратные, вот они уже никуда не справятся, такие и остались. Вот. И это у нее новый лист, кстати. На этом обзор закончен. Ставьте лайки, если вам понравилось. Хорошего вам дня. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok